Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер и я начинаю такой небольшой цикл видео, получающих видео по командным блокам, то есть мы будем рассматривать команды в командных блоках, то есть команды Скорборд, там команды Тестфорс, Сатблок, ну то есть вот такие новые команды. И немножко я вам расскажу про старые команды. Ну и начнем мы с такой команды, простенькой команды, которая называется Тестфор. Почему именно с нее я начал? Поскольку русская часть ютуба, которая делала обзоры на эту команду, она не договорила некоторые вещи, то есть я нашел такую прикольную, забавную фичу в командных блоках, именно в команде Тестфорс, вот, именно у американцев, ну и решил вам эту фичу показать. В общем, что из себя представляет эта команда? Давайте поставим командный блок вот сюда в центр, то есть смотрите, так давайте мы сделаем сразу обновление, вот такое вот простенькое обновление, вот, то есть что из себя представляет данная команда? Данная команда представляет из себя следующее, то есть мы пишем самую, самую простую, то есть вот Тестфор, сейчас так вот, сейчас секунду, Тестфор, и указываем, то есть наших игроков, то бишь всех, и теперь Ctrl-C, вставляем наш командный блок, и что у нас получается? Если мы поставим сюда компаратор, у нас он будет выдавать вот такой вот сигнал, то есть он будет все время выдавать сигнал и будет тестить все время игроков. Как же сделать так, чтобы он тестил в определенном радиусе? То есть мы берем фигурную скобку, открываем, пишем R, то бишь радиус, и равно, и пишем радиус, допустим, двоечку. И, то есть, теперь у нас командный блок будет только в радиусе 2 нас распознавать. То есть, смотрите, вот, то есть вот идет, если мы находимся вот в этом радиусе, то у нас, он как бы нас тестит, это командный блок. Так, вот он, вот наш, так сказать, радиус, то есть если мы в него заходим, он нас тестит, если мы с него выходим, он, сигнал с компаратора пропадает. Вот, в общем, вот такая вот команда. Теперь, если мы хотим, допустим, на определенных координатах, чтобы он нас тестил, мы нажимаем F3, то есть это как бы, вот эта вот команда, test4, собака, а радиус 2, она как бы тестит, получается, от командного блока. Вот, то есть она будет тестить именно вот от командного блока туда или сюда. А как сделать, чтобы оно тестило от определенной точки? Все, кстати, команды будут в описании. Вот, то есть, допустим, я хочу, чтобы меня тестило вот здесь. То есть мы, опять же, открываем наш командный блок и записываем команду. То есть вот эту вот штуку мы чуть-чуть больше сделаем. То есть пишем X, то есть пишем X равно, пишем координаты X, они у нас 210, то есть вот они, у нас координаты 210. Дальше ставим запятую, так, запятая, где запятая, вот запятая. Пишем координаты Y, они у нас 25, 25, и координаты Z, то есть так, ой, координаты Z у нас, какие там, 442, 442. И радиус оставим такой же, вот опять же запятую. И радиус оставим такой же. То есть теперь оно у нас будет тестить только тогда, когда я нахожусь. То есть вот он, у нас получается вот этот вот радиус. Так, сейчас я, вот он. То есть у нас получается вот этот радиус, вот, от вот этого командного блока. То есть вот координаты 1, 2, и тут уже не тестят. То есть теперь у нас идут, как бы, отчет от наших координат. То есть вот отсюда, вот, как бы теперь центром у нас является вот этот вот блок. То есть вот, давайте мы его даже обозначим таким вот блоком. То есть теперь у нас центром, как бы, вот этот блок является. То есть если мы отсюда даже отлетим, вот, если мы сюда вот так подлетим, у нас будет выдавать компаратор сигнал если мы отлетим то у нас он у нас не выдает вот ну и теперь перейдем к той фичи которую я как бы нашел в командных блоках вот то есть это довольно таки забавная фича она пригодится очень сильно для map maker of вот то есть я как бы когда строил карту для на прохождение для дэна я использовал вот этот фичу давайте чуть продлим вот есть я использовал эту фичу она мне очень помогла очень сильно даже помогла что она из себя представляет то есть это вот такая вот команда то есть давайте сделаем так вырываем здесь ямку вот такую вот вот так и зальем в нее воду вот так вот то есть можно в любом месте сливать воду и теперь мы вводим такую вот команду пишем test for теперь мы значит пишем опять же собака а открываем нашу скобочку она так скобочку 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 где вот так открываем нашу скобочку фигуру не фигурную а на такую квадратную и пишем такую такую фичу скоре нижнее подчеркивание дальше пишем команду свим ну можно любую в принципе команду я веду свим и пишем мин равно 1 то есть вот что у нас получилось вот такая вот команда теперь мы значит ее вводим в наш командный блок так control в вот то есть что она из себя представляет как мы видим у нас ничего не происходит если мы находимся в воде но что нам нужно сделать нам нужно ввести вот такую вот команду то есть она у нас сейчас выглядит вот так то есть это команда scoreboard objectives add to the swim стать свим он c то есть что это за команда она добавляет в нашу систему scoreboard объект своим с параметром стать своим он c то есть это у нас параметр отвечает за плавание то есть давайте мы введем то есть активируем эту команду вот то есть вот так вот как вы можете увидеть у нас команда успешно добавлено и теперь если мы находимся в воде у нас компаратор выдает сигнал он гуляет он выдавать его будет постоянно как сделать чтобы он его выдавал не постоянно это в принципе все очень и очень просто мы просто ставим компаратор и вводим такую вот команду которая у нас будет выглядеть следующим образом скорборд объектив с по-моему а нет ни а д д д по-моему сэр по-моему так свим один не ноль 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 цена глава и отметки а друзья и те гостя гостя защища гулять что и вести я только не помню конечно Так, нет Не такая Сет Наверное, сейчас АДД может Нет, по-моему не АДД Так, стоп Я не понял Так, в общем Я выбил бандикан Я А, может здесь А, тюблин Так А, все-все-все-все Вспомнил Тут нужно указать всех игроков То есть, вот так Не понял Ну, в общем, давайте я вставлю уже готовую команду Вот она То есть, скоро А, все-все-все Скорборд плеер сет Потому что у нас же добавляют Добавляются игрокам очки То есть, давайте мы это даже проверим Сделаем так Скорборд Ой, не то нажал Скорборд Так, так Объекты Сет дисплей Сет дисплей Сидебар И Так Свим Вот так То есть, вот У нас Справа появился Вот такой вот Как бы наш Дисплейчик Вот тут Вот Вот И теперь смотрите Если мы Вся Ну, как бы Воду Начнем Ходить вот так В воде То нам начнут Примавляться Как бы наши Балы Вот И Чтобы этого избежать Нам просто нужно Вот этот вот командный блок Поставить Который у нас будет сбрасывать Наши Так сказать Балы И у нас будет Вся Вся система Сбрасываться То есть, давайте Еще раз проверим Вот, как вы можете Заметить У нас все Спокойно Сбрасывается Только здесь Лучше Это сделать По-другому Чуть-чуть То есть, чуть-чуть Подальше Нужно это все Поставить Вот Так что Вот такая вот Команда В принципе Команда Test4 Она в принципе Очень и очень Простая Я вам лишь Показал Такие вот Азы Этой команды То есть Вот такую вот Как бы Фичу Вот С командными блоками То, что Можно Чтобы тестировать Игроков в воде Также тут Если изменить Параметры То можно Сделать так Чтобы игрока Тестировать Когда он находится В лаве Вот То есть Если изменить Вот именно Вот этот вот Параметр То есть StatsVimOnZM То есть Там я скину вам Ссылочку То есть На Этот Как вам Называется Там Забыл Minecraft Wiki Вот И там Вы сможете Посмотреть Все команды То есть Даже не команды А именно Вот эти вот Значения Вот И Вам То есть Оно может Даже тестить Игрока У которого Итем Допустим Давайте Я попробую Давайте даже попробуем Я точно Не уверен Скоро Так Давайте Лучше Зелаем так Ctrl-S Ctrl-V И давайте Изменим Параметр То есть Пусть у нас Будет Итем 286 287 Точнее Так Значит Введем Эту команду Ой Я по-моему Не то вел Да Давайте Стат Нет Давайте Стат Какой Не понял А Все 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 Понял У меня здесь Не стоит Вот Стат Пусть этот же Итем И будет Ctrl-C Ctrl-V Готово И давайте Так По-моему Не создалось Нифига у нас Так По идее У нас должно было Высветиться То что А Точно Даже Совим Уже создано Давайте Давайте Итем Вот так Создадим Итем Выберем Итем Итем 289 То есть Давайте 289 Какой там Итем Я не знаю Так Сейчас Посмотрим 289 Какой же Это Итем Вот Я его Нашел Так Где-то Где-то Порох Порох У нас По идее Он должен Нас Как бы Тестить Но Он Почему-то Не тестит Я не пойму Почему Давайте Попробуем Какой-то Блок Вести Даже Не блока Давайте Единичку Ведем Итем Один Еще Добавим Вот так Итем Один Успешно Добавлено Так Давайте Попробуем Теперь Взять Камень Где-нибудь Его тут Может Поставить Нужно Нет В общем С итомами Это не работает Я не знаю Почему Вот Ну В принципе Вот такая Вот команда Я думаю Она Пригодится Вот Конечно Тестфор Она везде Пригодится Но особенно Вот эта Фича Мне понравилась Что В воде Можно Тестить Вот По крайней мере Я такого У русских Ютуберов Не видел Нигде Вот Ну что ж Это была Такая вот Первая Часть Обучающих Видео По командам В командных Блоках Сегодня мы Рассматривали Напомню команду Тестфор Все команды И все ссылочки На Данные команды Будут в описании Ну что ж Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки С вами был Джокер Всем удачи Всем пока